Здравствуйте, друзья! Вы на канале Декантер, и сегодня мы разберем тему красных российских вин. Но сначала коснемся винного гида России. Что же это такое? Это проект по исследованию винодельческой продукции, который проводит Роскачество совместно с экспертным сообществом винного рынка. И у нас в гостях президент Союза Сомелея и Экспертов России Артур Георгиевич Саркисян. Артур, раз уж мы касаемся красных вин, я хотела бы узнать, каким образом благодаря винному гиду России оценивается данная категория? Категория красных вин оценивается точно так же, как категория белых и игристых. Или керных? Или керных. А если более подробно, какие параметры разбираются? Все то же самое. Цвет, нос, аромат, послевкусие. Все одно и то же. Но на самом деле это интересный процесс. Так можно сказать, да, цвет, аромат. Но в целом вообще процедура интересная, когда особенно попадаются хорошие образцы. А что значит это хороший образец? Это вот какую оценку должен получить образец, чтобы стать хорошим? По параметрам Роскачества от 78 баллов по 100-бальной шкале и выше. Попадаются образцы 85-86. Это очень радует, что в этой ценовой категории, которая оценивается, параметры таковы, что от 250 рублей за бутылку до 1000 рублей и партия не менее 30 тысяч бутылок одного наименования выпусковым производителем. И радует то, что каждый год появляется все больше и больше качественного вина. Не только красного, но и белого, и игристого очень много. Кстати, игристые вины у нас получаются гораздо лучше, чем все остальное в этих ценовых категориях. Поэтому могу одно сказать, что радует то, что качество вин становится каждый год все лучше и лучше. А вот если взять обычного потребителя, который не учился в школе вина, просто любит вино, он покупает гид. И на что ему, на какой балл, на какую оценку стоит обратить внимание, для того, чтобы понимать, что вот это вино обязательно стоит попробовать. То есть это должен быть обязательно максимальный? Ну, понятно, что самый низший балл для прохода в гид – это вино скорее такое на каждый день, назовем его. А для того, чтобы порадовать себя, сделать, возможно, подарок, какая оценка оптимальна, цена-качество? Ну, мы немножко не о том говорим. Дело в том, что вино от 250 рублей до 1000 рублей – это вино, в основном, которые продаются в масс-маркете. Мы же не говорим об эксклюзивных позициях. Конечно, да. А стоимость на сегодняшний день до 1000 рублей – это не так много. Поэтому нам важно, чтобы параметры – это приятная ароматика, качество самого вина, вкусовые оттенки – были просто приятные. И хотелось бы это вино пить. В качестве подарка, ну, разве что, ну, не знаю, каждый по-своему подарки оценивает. Я считаю, что это просто взять бутылку вина, привезти и попить ее. Таких вин очень много на сегодняшний день. Все вина, которые попадают в Роскачество – это все вина, которые достойные, имеют достойную оценку. И уже проходя вот сам винный гид, это уже говорит о том, что вино хорошее, на которое стоит обратить внимание. Мы же прекрасно с вами понимаем, что эксперты – это люди, которые начинают докапываться до всего. Им не нравится одно, не нравится другое, не нравится, как выглядит в этом вине клубника, либо вишня. А потребителю самое важное, чтобы оно было бы приемлемое, нормальное и им нравилось. У нас же на сегодняшний день, даже при том, что культура питья меняется, мы видим то, что потребитель в основном находится на уровне нравится или не нравится. А эксперты – это люди, которые докапываются. Поэтому все вина, которые попадают в винный гид Роскачество, они нравятся нашему потребителю. Это те вины, которые хорошо продаются в супермаркетах, магазинах. А кто эти судьи? Кто эти эксперты? Ну, дело в том, что для того, чтобы подобрать экспертов, и эксперт бы попал в комиссию, он должен был за долгое время, за время своей работы, деятельности, зарекомендовать себя среди профессионального винного сообщества. Это люди-дегустаторы, которые имеют достаточно большой опыт в международных дегустационных конкурсах. Это люди, которые работают в этом направлении, консультируют виноторговые компании. Для того, чтобы привезти то или иное вино, они едут за границу по теми винным хозяйствам, для того, чтобы продегустировать и дать свое мнение. Поэтому это известные винные блогеры. Винные блогеры – это не просто журналисты. Это люди, которые очень хорошо разбираются в винах и имеют определенные сертификаты, классификацию определенную. Поэтому могу одно сказать, что случайных людей в дегустационных конкурсах, особенно в нашем конкурсе, даже не конкурсе, а исследовании, потому что русскочество – это исследование, а не конкурс. Поэтому в исследовании принимают профессиональные люди участие, и это известные, уже зарекомендовавшие себе люди. Скажите, а дегустируют они образцы, не советуются друг с другом? Это только их оценка? В исследовании это категорически запрещено. На конкурсах это возможно. Опять-таки, зависит от председателя жюри. Но что касается дегустационной комиссии и исследований в русскочестве, все сидят в лаборатории, сертифицированной, аккредитованной лаборатории завода КИН, мы там 12 человек за день работы. Дегустация не более 45 образцов, и никто ни с кем не переговаривается. Каждый ставит свою оценку. Здесь есть очень интересный момент. Дело в том, что какой бы член дегустационной комиссии бы не был большим экспертом, нужна некая наладка, калибровка, так называемое тарирование. Что это означает? То есть, человек становится машиной. Машиной дегустационной. То есть, во время дегустации среди этих 45 образцов есть испорченные образцы, которые специальные портятся и даются для того, чтобы было обнаружено это. Даются одни и те же вина несколько раз, два-три раза могут быть. Почему это нужно? Для чего? Потому что, если ты, условно говоря, в самом начале поставил этому образцу 82 балла, проходит какое-то время, тебе дают тот же самый образец и проверяют, насколько твои оценки соответствуют, исходя из образца. И в результате получается, что если ты поставил, условно, этому же вину 83, то ничего страшного. Но если ты кардинально поменял оценку, тогда задается вопрос, насколько ты правильный, хороший специалист. Я могу одно сказать, что за три года исследования винного гида Роскачества есть, к сожалению, известные экспертные эксперты, которые не очень хорошо себя показали в дегустации в команде. То есть, в исследовании, в работе в команде. Почему? Потому что, то есть, это так называемая сходимость, так называемая, как оно еще называется, сходимость воспроизведения, да, воспроизведение. То есть, сходимость, это когда у тебя образцы сходятся, и ты ставишь адекватные оценки. Плюс, если вина испорчены, то есть, ты должен узнать, а не просто поставить ему оценку, а должен написать о том, что вино испорченное. То есть, оно не попадает. Либо она получает очень низкую оценку. То есть, здесь есть очень много хитростей для наших членов дегустационной комиссии. Благодаря определенным дескрипторам можно выявить, насколько человек хорошо и правильно дегустирует. По сути, когда дегустирует один человек, то это его авторское мнение, это субъективная оценка, хоть и профессиональная. Когда мы говорим о командной дегустации, о командном исследовании, то здесь она должна быть объективной. То есть, это с каждого индивидуально субъективно, но если их все вместе собрать, она получается объективной. Поэтому мы стараемся максимально привлекать именно больших специалистов. Для нас вообще, для России это вообще новинка, новость. Потому что у нас все по ГОСТам. И когда человек уже 12 лет дегустирует большое количество вина, на международных дегустационных конкурсах участвует и так далее, ему говорят, а как вы можете доказать, что вы являетесь дегустатором? У вас есть соответствующая бумага, исходя из российских реалий? Ну, то есть, здесь очень много моментов, когда приходится доказывать, объяснять, хотя человек своей работой за долгие годы уже доказал, что он является действительно хорошим, правильным и адекватным экспертом. И тогда мой следующий вопрос, продолжая эту тему, можно ли кто-то готовит для вас вот таких испытателей, экспертов-дегустаторов? Жизнь. Жизнь готовит. Потому что если человеку это нужно, если ему это интересно, он, конечно же, работает над тем, чтобы развивать свои вкусовые ощущения, свое обоняние и двигаться вперед. Куча конкурсов есть для этого. Но вот что касается какой-то отдельно, отдельно, скажем так, в России, чтобы была бы возможность учиться, как правильно дегустировать, ну, это только школы, школы-сомелье, это дипломы от школы-сомелье. В принципе, больше ничего. Ну, и получение сертификатов с международных дегустационных конкурсов. То, что человек участвовал, то, что он там был. На самом деле дегустационный конкурс, он отличается от исследования. Конкурс – это попробовать образец, там тебе дается огромное количество образцов, ты продегустировал и отставил, отставил в сторону этот бокал. Дело в том, что на конкурсах у тебя нет большого количества времени для того, чтобы ты поставил тому или иному вину оценку и мог бы пересматривать, что с этим вино происходит. Поэтому многие, скажем, производители, они очень хорошо прочувствовали эту тему. И если обратить по статистике, обратить внимание на то, что дегустировалось и как дегустировалось, то мы с вами увидим, что высокие оценки получают как раз самые недорогие и простые вина. Почему это происходит? Потому что сложное вино, оно раскрывается достаточно долго в бокале, и потом ты получаешь от него удовольствие. Но так как времени нет, а вина молодые, которые отправляются на дегустационные конкурсы, там они производят вау-эффект, то есть ты послушал аромат потрясающий, попробовал во вкусе, ягодное, яркое, отлично, и ставишь ему высокую оценку. Но отложил этот бокал в сторону, и ты понимаешь, что вино развалилось в бокале. То есть то вино, которое ты в самом начале оценил высоко, спустя 10 минут, это вино в бокале, просто большинство вин такого уровня, недорогого уровня, они просто разваливаются. И в следующий раз, когда вы как потребитель приходите, берете эту бутылку, благодаря вот этой оценке, покупаете в магазине, вы его дегустируете, не понимаете, за что получил такую высокую оценку, потому что молодые вина в основном, они долго не живут, у них потенциал маленький, и они даже на полке умирают, если долго стоят. То есть, поэтому, вот чем мне нравится дегустационное исследование исследование Роскачества, тем, что во времени ни один эксперт не ограничен. Он может пробовать долго, это его личное дело, он не привязанно, это все дело, к команде, скажем так, как это происходит на дегустационных конкурсах. А здесь в исследовании каждый человек предоставлен сам себе. Ты можешь сидеть хоть 3 часа над одним образцом, это твое личное дело, но ты смотришь, проверяешь, что происходит с этим вином, развалилось ли оно, не развалилось, какие оттенки появляются, при повышении температуры, пока она стоит, она начинает меняться, какие процессы с ним происходят. Здесь это очень интересное исследование. Поэтому Роскачество – это исследование, а дегустационные конкурсы – это получение медали по ситуации, когда ты подкрыл бутылку, попробовал, поставил ему оценку и пошел дальше работать. Это подготовка себя в качестве эксперта для Роскачества. Скажите, а за кем остается последнее слово решающее, если вдруг остаются какие-то вопросы по образцу? Нет такого. Нет такого. Если мы говорим о дегустационных конкурсах, то там это происходит. То есть член, председатель дегустационной комиссии, он видит все оценки, которые ставят те или иные эксперты. В Роскачестве во время исследования нет такого. То есть происходит то, что поставили оценку и поставили. Там есть определенный регламент, где очень высокая оценка, которая отрывается от средневзвешенной, скажем так, и низкая оценка, они могут удаляться. Потому что, ну, как-то, и нет такого, чтобы тебе сказали, передегустируй тот или иной образец. Поэтому в этом как раз и интересно. Я хочу сказать, что в гиде Роскачества много вин, которые стоят недорого и на которые стоит обратить внимание. Их очень много. Стоит обратить внимание. Конечно же, одна из самых больших проблем это партии. Партии того или иного вина. Когда мы говорим с вами о крупных производителях и о масс-маркетовских винах, то получается, что ты покупаешь бутылку вина и ты обращаешь внимание на партию должен обращать. Потому что от партии к партии они бывают, к сожалению, разные. Пока у нас так происходит. И я понимаю, это из-за чего? Это техническая история. Когда у тебя одна емкость и тебе нужно полностью разлить ее. У тебя этого же вина там еще несколько емкостей, которые пока стоят и пока не разлиты. Мы все прекрасно понимаем, что бутылочная выдержка не каждое предприятие может себе позволить или же просто не хотят этим заморачиваться. Потому что для этого нужно строить склады и место, где будет храниться то или иное вино. Поэтому рекомендация для наших потребителей и зрителей вашего канала. Рекомендация. Берите свежий розлив. Вина в этой ценовой категории нужно пить всегда молодыми. Старайтесь с полок выбирать наиболее, скажем так, свежие даты розлива. И вы тогда не прогадаете. То есть иногда, к сожалению, бывает так, что ты можешь на полке из-за неправильного выставления того или иного вина сзади там остаются какие-то очень старые, скажем так, образцы, которые давно должны были быть проданы. Просто заставляют свежими. И ты берешь, начинаешь искать, и ты понимаешь, что оказывается, то вино, которое стоит сзади, оно там уже год как находится после даты розлива на этой полке. Поэтому здесь очень важный момент в этой ценовой категории, категории, где Роскачество исследует те или иные вина, нужно приобретать вина, которые имеют свежую дату розлива. А категория у нас идут вина до 1000 рублей. До 1000. Отлично. Давайте тогда конкретно, раз уж мы говорим о красных винах, ГИД рекомендует по его оценкам обратить внимание на таких производителей, как Голубицкая, Месхака, Эссе. Можете ли вы продолжить этот список? На что, на каких производителей обратить еще внимание вот эти, те самые звездочки, которых стоит пойти купить? По красным виноватам. Да, по красным. Так, вы назвали Эссе, вы назвали Голубицкая, Месхака. Да. Ну, смотрите, сейчас стало делать очень качественные вина Абрау Дюрсо, недорогие, в недорогом сегменте. Если говорить о массовом, да, то вине. Это вина Альмавелли, Крым. Это вина Кубань-Вино, однозначно, которая очень сильно поменялась. Это вина Фанагарии, действительно, которая делает прям очень серьезные шаги. то там можно найти много всего интересного. На самом деле, на сегодняшний день уже появилось большое количество производителей, которые стали делать очень ровные качественные вина в этой ценовой категории. Поэтому можно долго перечислять. Ну, вот, то, что я сказал, Фанагария, Кубань-Вино, Альмавелли, взять, то тот же даже Гайкадзор. У него есть недорогие красные вина очень хорошего качества. Взять Шумринку, которая тоже показывает очень хорошие результаты, достойные. Слушайте, достаточно широкий перечень для того, чтобы начать свое знакомство с красными российскими винами. Да? Да. Спасибо вам большое за столь подробный рассказ. Подписывайтесь на канал и пробуйте российский вина.